А перед началом данного интереснейшего ролика я бы вам хотел посоветовать поучаствовать в конкурсе от царя. Здесь вы сможете выиграть боевой пропуск, а также большое количество контейнеров. Все, что вам нужно сделать, это сделать репост данной записи, а также подписаться на мой ютуб канал и на канал царя. Итоги данного конкурса будут проведены 25 февраля в прямом эфире на моем канале. Вы все сделали? Точно? Тогда желаю вам приятного просмотра. И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня речь у нас пойдет про битву полов, про данный ивент, про данный мини, можно так сказать, война челлендж. Я его так буду называть, я думаю, что на протяжении ближайшего именно таки месяца. Сегодня поговорим о данном ивенте, обсудим, за кого вообще стоит покупать данную краску. Именно таки у вас есть выбор взять либо же за леди, либо же за джентльменов свою краску и там уже определиться, нагибать вам, не нагибать за них. Либо же просто прикупить и чтобы покрасоваться такой вот нагибаторской красочкой за 5000 кристаллов. Расскажу, кто, по моему мнению, выиграет и я думаю, что для многих это будет интересно. Все же есть ребята, которые нацелены на победу, которые хотят выиграть. Ну и вообще расскажу в общем и целом, как все это дело будет работать, потому что я так понимаю, что многие еще до сих пор не поняли, как будет работать, что за челлендж, один одиночный челлендж с одной анимированной краской за победу и все. Нет, давайте начнем с того, что это под челлендж объективного, адекватного челленджа, который будет в марте, который будет за именно таки Хорнет Легаси, рельса Легаси у нас была в феврале, именно таки в этот нагибаторский месяц, ну а в марте уже у нас будет Хорнет Легаси, рельса ХТ и всякие другие нагибаторские плюшки. А данный мини-ивент, именно таки Война Полов, будет как дополнение к нему и вы сможете, набивая эти же самые звезды, еще плюс посоревноваться с определенным, ну не знаю, каким-то сопротивлением, можно так сказать. В общем, давайте я не буду долго тут мусолить, рассусоливать. Я понимаю, что вам интересно, за кого вообще возьму я эту краску, кого я буду поддерживать в данном нагибаторском ивенте и вообще кто, по моему мнению, выиграет. Безусловно, я долго, ну, не думал, можно так сказать. Здесь расскажу, наверное, таки все так вкратце. Две фракции, понятное дело, что, ну, сделать вообще в принципе, что играют у нас как бы по одну сторону девушки, по другую играют, типа, мужчины, но это просто, ну, это гениальная, просто гениальнейшая идея. Я не знаю вообще, зачем было делать именно такие названия, чтобы, типа, девушки брали краску за леди, и чтобы парни брали, типа, за джентльменов, но это бред, бредейший просто. Ну и, если вообще, в принципе, логически подумать, то, безусловно, количество купленных красок именно-таки за джентльменов будет в разы, в разы больше. И здесь у меня возникал определенный вопрос, а смысл мне поддерживать тех, кого будет больше? Почему бы мне не поддержать, можно так сказать, слабую сторону? Ну, в каком-то смысле, понятное дело, что даже за нее придется тащить, это не будет просто, там, легчайшая именно-таки анимированная краска, если все так думают, что, типа, их меньше, значит, им будет намного-таки проще, то я уверен, что вы ошибаетесь. И даже при том, что, например, в два раза будет больше именно-таки красок у нас купленных за джентльменов, все равно, если я покупаю, я покупаю краску за леди, я не буду покупать, условно, на мульте, там, за джентльменов на основе за леди, я везде покупаю одну и ту же краску. И здесь, можно так сказать, в стопроцентном соотношении ставлю именно-таки на кон все. Если победим, победим, проиграем, проиграем. Здесь не будет никаких-то, там, типа, а, здесь я перестрахуюсь, здесь я возьму за этих, здесь я возьму за этих. Ставлю все на одних, и почему-то мне так подсказывает, что у нас все получится вместе с вами, и, наверное, я хотел бы сразу дать вам определенное напутствие. Если вы игрок, который любит набивать звезды, который любит выполнять именно-таки челленджи, который за челлендж набивает где-то больше тысячи каких-то звезд, ну, может, даже не тысячи, там, 500 условных звезд набивает за определенный этот месяц челленджей, то я бы вам посоветовал бы тоже приобрести, как и я, именно-таки, краску за леди, поддержать в каком-то смысле меня, поддержать данную фракцию. Более чем уверен, что данное количество будет намного-таки меньше, чем фракция именно-таки за джентльменов. И я более чем уверен, что у нас вместе с вами получится выиграть. Мы будем вместе на стримах со мной пытаться нагибать, следить за всей этой статистикой, разбираться, что мы там будем вообще брать, как, чего, как у нас будет все это дело работать. Ну, я имею в виду, брать именно-таки анимированную краску, какая там, по вашему мнению, к слову, более аппетитная. Сейчас я расскажу вообще свое мнение, ну, а дальше вы в комментариях тоже напишите, какую краску именно-таки вы хотите. Ну, а если вы определенный, сочный, жесткий нагибатор, который любит играть паркур, не любит набивать звезды в матчмейкинге, придерживается Хорна Торельсея, еще каких-то там супернагибаторских форматов, которые не связаны с матчмейкингом, с челленджами и с набитием звезд, вы обязательно должны приобрести краску за джентльменов. Это просто ваша краска, и именно-таки с этой краской вы должны нагибать и показывать свое имя. Вы же нагибатор танков, вам не надо покупать краску за леди, вам не надо бить звезды, вам надо просто приобрести краску за 5000 кристаллов. Я думаю, что для вас, для паркурщиков, для хоререльщиков 5000 кристаллов это не будет. Такая большая сумма, вы приобретете данную краску и будете спокойненько в ней кататься. Можете вообще не кататься, главное купите эту краску, нагибайте, и все у вас будет в этом плане хорошо. Ну, а, как я и сказал, для всех любителей именно-таки понагибать, леди берем, и, в принципе, у нас все вместе с вами, я думаю, что получится. Но, есть, конечно, одно но, это, безусловно, определенного рода мульты, которые явно будут встречаться в данном ивенте. В какой-то степени, если у нас механизм будет работать по самой простой формуле, по самому простому сценарию, то любой купивший краску будет, можно так сказать, мешать, если не будет набивать именно-таки звезды, он будет мешать тем самым, то, что он купил краску, он понижает статистику именно-таки своей фракции и при этом не приносит вообще никакой определенной пользы. Поэтому, если, условно, у нас будет, например, определенное минимальное ограничение, например, в 100 звезд, вот только со 100 звезд у нас имеются, например, в данной статистике, ну, именно-таки данная статистика принимает результаты, и вот после 100 звезд вы тогда уже попадаете в нее, и ваш процент именно-таки набитых звезд, соотношение там средних звезд вашей фракции будет считаться. Но я же знаю данную игру, я знаю, как все это дело будет работать, и я более чем уверен, что все ребята, которые приобретут данную краску, не в зависимости от того, сколько вы набьете звезд, вы все равно будете участвовать в данном ивенте, и поэтому я и как бы говорю, что все, кто любит попаркурить, по хоре-рельсочку поиграть, понагибать в этом плане, берете красочку, и, в принципе, у вас все это дело получится. Вот такой вот ролик, не знаю, насколько он информативный, помог вам в этой степени, я свой выбор как бы сделал, надеюсь, что вы поддержите меня, и все те ребята, которые любят бить звезды именно-таки со мной, сделают данный выбор именно-таки же в эту самую сторону, но не будем придерживаться здесь каких-то параметров, можно так сказать, ну, ну что это за хрень? Ну, блин, объективно, это игра, ребят, ну, это игра, и тут какие-то разделения делать, блин, ну, это бред, ну, реально бред, я когда увидел вообще анонс данного ивента, я думаю, что вы вообще тут несете, какие, блин, джентльмены, какие леди, почему нельзя было сделать нормальные какие-то названия, и все это в этом плане как-то объективно разделить. Вот такое вот у меня мнение, пишите свое мнение по данному вообще ивенту в комментарии, ну, и, конечно же, еще я забыл сказать про анимированные краски, 9 штук у нас на выбор будет, я, безусловно, хочу себе на аккаунт спиннер. Как по мне, вот из этих 9 красок, это, наверное, таки самая такая аппетитно-нагибаторская, и впервые, когда я ее увидел вообще в бою, мне она понравилась, поэтому у меня ее нету, и я хотел бы ее бы себе приобрести, можно было бы, конечно же, добавить какие-нибудь другие красивые анимированные краски, нежели те, которые у нас там имеются, и то, что половина этих красок было, условно, уже в определенных предыдущих именно-таки челленджах, там, за именно-таки киллы, за предыдущие какие-то ивенты со звездами связанные, ну, как-то, как-то тухло в этом плане, поэтому спиннер это, наверное, вот та самая краска, которую я хочу себе на аккаунт, и я надеюсь, что у нас все вместе с вами получится, мы выиграем данный, данную войну полов, данный ивент, данный мини-челлендж, и все будет в этом плане супер. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился, если вам понравилось, то обязательно поддержите его пальцем вверх, также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики, ну, и, конечно, приходить на стримы 22 по МСК, жду вместе всех вас, пообщаемся, понагибаем, и даже сегодня можете уже прийти, рассказать мне по этому поводу, поделиться чем-то интересным, можете написать по этому вообще, в принципе, поводу в комментарии. Вот такой вот ролик получился, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok